Приветствую, мои дорогие друзья, а также новые зрители канала Заброшенная Россия. Мой канал рассказывает о наших деревнях и людях, живущих в них. И сегодня мы с вами перенесемся в лето и окажемся вновь в селе Репино, Бахчисарайского района Республики Крым. Мы пробуляемся по селу, увидел большую улитку и узнаем у местных жителей, что изменилось в селе после перехода в Россию. Удивило количество пустых бутылок. Ощущение, как будто этим бутылками отстреливались. Как всегда будет интересно, смотрите до конца. Поехали. В общем, гуляем тут по селу и увидели старый домик. Можно сказать, древний. Как говорится, из палки. Еще кое-чего. Захотелось в него заглянуть. Очень-очень дом. Древний домишко. Тоже малюсенький. Как однокомнатная квартира. Я даже не заслу. Из квадратов. Квадратов может 20. Из всего, что было, лепили. Со стороны, наверное, лучше видно. Из чего я сделан домик. Вообще, больше на сарай похож, конечно. Увидел тут большую улитку. Честно говоря, таких улиток никогда не видел. Сейчас посмотрим, как Арчи отреагирует на нее. Арчи, смотри. Кто это? Вот смотри, смотри. Что такое? Что такое? Никак не почувствовал. Вот эта улитка, блин. Здоровая. Арчи. Зачем тебе с палочкой? Домик улитки сгрыз. Тут этих улиток очень много. Вернее, вторая даже. Ни разу назначал, поэтому для меня это удивительно. Арчи даже ничего не чухает. Что это животное? Или как там их? Млекопитающие какие-нибудь. Увидел тут в одном жилом доме запорожец. Не мог не подъехать. Посмотреть. Дома никого нет, наверное. Красавчик. Старые номера еще. Ух ты, даже Самара. Привет, Самаре тогда. Ну и Запорожью. Заодно, где я был когда-то в детстве. Машинка, как говорится, затарена полностью вещами. Что такое, друзья? Скажите, я, честно говоря, даже не знаю. Что за плод? Интересно. Пойдем дальше. Проезжал по деревне, увидел такой маленький домик. Просто стало интересно, почему в такой маленький дом бежит. Чтобы у нас детишек здесь. Здрасьте. Здрасьте. Меня зовут Алексей, кино про вашу деревню снимаю. И вот, увидел просто ваш маленький домик и дома удивился. А это вообще жилой дом? Да, жилой. И изначально люди жили, да? Ну как, изначально. С 90-го года здесь живем. Просто у меня... Мы с вами нам было до 12, когда мы это строили. В 90-м году нас дедушка сюда привез. В 89-м он начал строить. В августе, в октябре он умер. Инфаркт получил. Я замуж вышла в Тургеневке, я жила, потом развелась, вернулась сюда. И потихоньку начала восстанавливать. Дома, конечно, получше ходите, можете зайти. Да, если несложно. Покажете? Конечно. Как иначе вот все восстанавливать, ремонт делать. А я думал, дом старинный, вообще годов 100-летний. Нет. Нет, он вроде кажется, вот видите, вот такой вот он маленький. Вроде бы кажется, вот он с виду такой маленький. Это бассейн у вас? Это, вы знаете, раньше у нас был, как вам сказать, был подвал полностью, а здесь был сверху сарай. Ну, как бы сказать, как бы кухонька такая летняя. Со временем все, пока я жила отдельно, здесь, я же говорю, все поумирали, ну, как-то подворовали, короче. Это вот это полностью, вот до тополей, вот это весь участок наш. Это вот 50 соток. Вот здесь, да? Да, это все 50 соток. Вот эти тополя мы, когда в Крым приехали, вот это мы сажали. А там ручей не текет? Раньше был ручей, я же говорю, со ставков, когда воду отпускали. Здесь мы делали дамбу, ставили насос. Здесь у нас все было засажено. Мы вот такие куски, вот по 3 метра оставляли по краям. Это вот чисто для скотины косили вот здесь, сено косили. А так сейчас вот в основном, ну, вот в этом году, конечно, мы с работами у нас не получился. Обычно мы всегда вот выкашиваем. Пацаны приезжают, нам тюкуют, и потом мы продаем. Ну, проходите, пожалуйста, в дом. Пока как-то так вот. Рожеваться здесь, да? Да, да. Здрасте. Здрасте, поздоровайтесь. Держите к вам. Вот пока вот как-то так вот обустраиваемся, скажем так. Здесь печка вот зимой только, но вот еще как бы еще пока в ремонте, в процессе. Я сама в больнице работаю, поэтому нейрологическое дело, не очень сырое. А, в сомнении? Да. Ну, сейчас в ковидном госпитале, в терапии. Практически дома не бывает. Ну, вот потихоньку, потихоньку, пока в отпуске была, вот мы вроде как одну комнату сделали. Вы на море? У вас трое? Ну, как бы получается, ну, трое, да, это внучка старшая, внучка дочка, а, ну, дочка старшая живет как бы отдельно. С чем пирожки у вас? С картошкой? Да? Присаживайтесь, присядьте, пожалуйста. Там вообще родом откуда вы? Я с Самарканда. С Узбекистана, конечно? Да, да. Мне 12 лет было, когда мы сюда приехали, потом получилось, что так, что... А вы, получается, ваши клетки отсюда, да? Дедушка мой вообще отсюда, а бабушка с богатыря сама. А вы, получается, чисто кроме татарка, да? Я вообще, ну, как вам сказать, мне отец и ранец. Ух ты. Да. Мама. А отсюда кого вы селяли? Ну, наших, вот, ну, как бы получается, да, дедушка отсюда. Вообще, у дедушки, его отец был муллой. У них было шестеро детей, и как бы он самый богатый был, вот, получается, его дедушка был самый богатый. Потом, значит, говорит, говорит, что у них была лошадь, этот арба, посадили, говорит, всех детей, короче, чтобы вот, когда вы селяли, говорит, мы уезжали отсюда. Ну, как вот, голова, не сельсовет, а как он раньше назывался, этот голова, в общем, одну копейку они должны были, короче, в общем, им не дали, забрали лошадь, и вот они, в общем, так ушли потихоньку, потихоньку, как бы ушли. Вот то, что я вот знаю по ихним рассказам. Вот, ну, вот, я говорю, он вообще самый богатый, в общем, был, и золото было куча, ну, не знаю, там все говорят, что вроде как копали, находили кувшинчики, я не знаю, правда, не правда, ну, такой, я говорю, ну, короче, в наследство мы ничего не получили. Можно, а дети еще видят. Вот, бабушка сама с богатыря, у них тоже было, их было семеро детей, когда выселяли, она была самая младшая, ее даже хотелось поезды скинуть, потому что она была самым болезненный ребенок, но получается, что в поезде все поумирали, остается ее старшая сестра, и она, старшую сестру забрали в Германию, ну, как они тут на заводах, бомбы вот эти вот изготавливали, вот, а она попадает, получается, сюда, в богатырь. Я не знаю, как они с дедушкой познакомились, дедушка где-то на ферме, говорит, устроился работать, все к ней вот бегал. Ну, еще он говорит, я его не любила, говорит, ну, в общем, все уже начали, сестры там, тети, все, в общем, надо выходить замуж, и вот так вот она вышла за него замуж. А он сам с Урала. Как они попали в Репино, как они тут-то здесь обустраивались, жили, я тоже не знаю. Дедушка, когда сюда приехал, не пускали нас люди, вот бабушки, татары, зарежете, убьете. И нас вот приютили две семьи. Получается, бабушка с братьями, ну, с дядьками у меня не жила, вот в одной комнатушке там у женщины, у бабульки, а мы у другой бабульки. Ну, ничего, потом люди как бы, ну, дедушку все здесь уважали, любили, он всегда ходил всем, помогал. Здесь отдавались участки всем. Вроде бы свет у нас поначалу был бесплатно, пока мы здесь все строились. Вот. Ну, а потом все, вот, получается, старики один за одним все поумирали. А вот если вы будете старой работать, не хочется в город переехать? Нет, я не люблю город. Я приезжаю вообще, даже вот просто мы ездим за продуктами, я приезжаю очень, как вам сказать, разбитая такая вот, больная, что я ничего вообще делать, ничего не хочу. Вот. Дети тоже ездят в Бахчисарае, я в город, сын у меня студент, младшая во второй класс ходит. А скажите, вот с переходом в Украину, ой, с Украины в Россию, что-то изменилось в селе? Или вообще так? В селе, вы знаете, мы когда только сюда переходили, нам обещали воду, обещали нам сюда дорогу, у нас вообще здесь вот такое всегда размытое, это вот в этом году они еще гравий, ну, почистили, и вот гравий посыпали. Ждем, надеемся, что все-таки все восстановлено. Там вообще как референдум проходил в 2014 году? Да не знаю, замечательно, не знаю, как-то вот, ну, все равно лучше, наверное, ну, чем лучше. Знаете, в Украине там говорят, что всех заставили, там, под прицелами, там, все голосовали? Нет, нет, почему? Что татар притесняют? Нет, нет, вообще, вот, я не знаю, ну, у меня, скажем так, третий брак, все русские, я сама люблю командовать, поэтому, как вам сказать, я со всеми дружу, так, чтобы кто-то чего-то там притеснял, там, заставляли, нет, ну, все хорошо, замечательно. Нас, например, устраивает, если вот при Украине мы не могли там себе позволить, ничего такого купить, то... Почему? Ну, как-то не хватало, что ли, доход был меньше, не хватало, как раз и работы толком не было, и чтобы устроиться. То есть оживление после уступления в Россию какое-то привело, да? Да, Ну, сегодня больше, вчера буду начать, наверное, что здесь советуете посмотреть в районе интересного? Больше сарая? Да. Старая, старая часть, больше, как бы, интереснее посмотреть. Больше старая часть интереснее, Потому что я, ну, только на картинках видел, вот сегодня придется раздаться. Вот, ну, вот посмотрите в Афганский дворец, конечно, там я, шесть лет назад я там даже в кино снималась, жена Ханагирея была. Первых три дня я снималась, домой даже привозили на машине, а муж говорит, ты не зазвездилась, это уже три дня я говорю, первый день, в общем, жену Ханагирея играла, второй день, это я уже играла рабыню, как нас вот уже продавали. А что за фильм? Крым, 1793 год. Документальный фильм, как Екатерина Великая приезжала сюда к Ханагирея, когда они подписывали договор, короче, когда уже Гирей уже с женами отдавал золото и убегал, скажем так. Посмотрите, да. Там много сели было? Нет, он как бы документальный, но он такой вот, ну скажем, длинный фильм, там даже актеры были с Москвы, с Питера, да. Интересный такой, посмотрите. О, большое спасибо за рассказы, поедет дальше. Да, как бы и не... Конечно, покажет. Я говорю, боже мой, смотрите, гайки пирожки жарите, я вам говорю, ютуб-канал приехал, а у вас не надо, потому что вы пирожки жарите. Будьте передавать? О, будете? Кому-нибудь? Что? Кому будете передать? Всем привет! Привет! А ты? А я даже не знаю. Ну, старый Крым передай. Подружкам, одноклассницам. О, давай всем. Всем, всем привет! Как в деревне живется? Нормально. Хорошо учитесь? Да. Это у нас отличники. Вон, всем хорошо, большое спасибо. Да и вам спасибо. Просто приезжайте в гости к нам. Там завтра все опять будем проезжать к Будмиву, поэтому... Только, друзья, я заканчивал уже съемки и увидел здесь заброшенный домик. Удивило количество пустых бутылок. Кто считает, там и приз. Давненько в доме не живу. Ух ты, здесь бутылки не кончаются. Здесь ощущение, как будто этим бутылками отстреливались от врагов. Оборону держали. Интересно, кто в этом доме жил. У нас видно так. Крепенький даже домик. Здравствуйте, к этому дому. Никого нету. Ух ты. Ощущение, что люди живут еще здесь. Интересно. Воды нету. Интересно, интересно. Такое ощущение, что кто-то просто все аккуратно сложил и вышел. Бабушкино платье, диски. Может кто-то просто умер и все. Жизнь закончилась. Хотя обувь мужская. Здесь одежда мужская. Дедушкина шапка. Я же тут не вижу кухни. Да. Домик старенький. Но мы пойдем дальше. Ну что, друзья, вот так у нас получился фильм. Надеюсь, он вам понравился. Как заделись своими эмоциями, впечатлениями и если возникли вопросы, обязательно пишите мне вконтакте, инстаграме или в однокастниках. Все ссылки на мои аккаунты в описании под этим фильмом. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова